Такса родом из Германии. Собаки породы такса были популярны в Соединенных Штатах на протяжении более ста лет. Таксы это веселые компаньоны как для молодых, так и для пожилых людей. Такса чрезвычайно популярна во всем мире. Выведенная для целей охота еще в 16 веке. Сегодня эта миниатюрная собачка часто становится замечательным компаньоном. Такса имеет примечательную внешность. Удлиненное тело, небольшие лапы, широкая, выдающаяся вперед грудная клетка. Однако собака не выглядит неуклюжей, наоборот, она активна, подвижна, темпераментна. Такса громко лает, ее голос басовит и силен. Удивительная черта, если учитывать скромный размер собаки. Страной происхождения породы является Германия. Такса была выведена как охотничья собака, чтобы без труда проникать в жилищи норы лисы или барсука. Со временем, предназначение ее несколько сместилось, теперь таксу с удовольствием содержит просто как домашнего любимца в условиях городской квартиры. Эта собачка имеет небольшие габариты, приятный добрый нрав и является идеальным компаньоном. Такса уверенно удерживает одну из лидирующих позиций в списке пород собак, получивших наибольшее распространение в мире. Внешний вид таксы своеобразен. Собака имеет довольно длинное тело и короткие ноги, но при этом она компактна и не производит впечатлений неуклюжий. На теле хорошо отслеживается мускулатура, грудная клетка хорошо развита и крепкая, выступающей вперед частью, называемой кили. Таксы принадлежат к хандродистрофическим породам. Это значит, что за счет уменьшения длины лап, собака приобретает черты карликовости, которые закрепляются с помощью селекции. Среди представителей породы выделяют 9 разновидностей. Классифицируются таксы, прежде всего, по характеру шерстяного покрова. Здесь выделяют гладко-шерстную, длино-шерстную и жестко-шерстную таксу. Таксы это нежные, полные энергии собаки. Их гордое, смелое поведение порой граничит с безрассудством. Однако это настолько жизнерадостные собачки, что такое своеволие, может быть с легкостью прощено. Такса очень преданна своей семье, хорошо ладит с детьми, особенно постарше. Таксы подходящие собачки для путешествий. Собаки этой породы обычно хорошо уживаются с другими животными, Хотя известны случаи ревности и раздражения по отношению к другим животным. Все типы такс относительно трудны в дрессировке. Они любят полаятинь, иногда с ними трудно справиться. Многие владельцы этой породы говорят, что жестко-шерстные таксы более социальны, а длинно-шерстные более спокойные собаки. Таксы всегда стараются защитить своего хозяина, и они очень умны. Натура таксы каждую минуту источает энергию, активность, огромное дружелюбие и любознательность. Она азартна, хитрая и неутомима. Легенда гласит, что таксы очень упрямые существа. Отчасти это так. Но их упрямство не что иное, как последствия ее непревзойденного интеллекта, самостоятельности. Эта упрямая черта заложена в них самой матушкой природой. Ведь когда они в норе, один на один с барсуком или лисой, то ждать помощи от человека не могут. Поэтому приходится полагаться лишь на свои силы. В этот момент такса должна продумать все таким образом, чтобы у барсука не было возможности покинуть нору до того момента, пока охотник не откопает и не достанет добычу. Поэтому упрямство можно назвать неотъемлемым качеством, без которого таксу невозможно представить. Эта порода собак очень предусмотрительна и расчетлива. Она никогда не кинется выполнять команду хозяина, не обдумав ее правильность. В этот момент, кажется, что она дает владельцу время на повторное размышление и обдумывание правильность его решения. Но если мысли и намерения питомца и его хозяина совпадают, то она беспрекословно подчинится и без оглядки кинется на выполнение любой команды. Такса нуждается в хорошем и умном хозяине, и только с таким она станет отзывчивой и послушной. Несмотря на свою агрессивность по отношению к добыче, такса способна контролировать свои эмоции, быть внимательной и осторожной, трезво оценивая ситуацию и свои возможности. Ее коронный номер и отличительная тактика во время охоты минус мертвая хватка. Она может держать хищника за шею или голову в течение длительного времени, пока человек не вытащит их из норы. Несмотря на свое забавное тело и маленький вес, такса очень подвижна и активна. Ее можно назвать вечным моторчиком, который не стихает ни на минуту. Движение для нее – это смысл жизни. Что касается привыкания к новому хозяину, то здесь процесс практически мгновенный, но со стороны владельца такса должна чувствовать полную взаимность и любовь. Только в этом случае она сможет стать полноценным и преданным питомцем. Для таксы тесный и тонкий душевный контакт с человеком – это жизненная необходимость. Игнорируя ее потребность в общении и развитии, вы обрекаете эту собаку стать агрессивной, мстительной и угрюмой. Длину шерстную и жестко шерстную таксу необходимо расчесывать два раз в неделю. За шерстью гладко шерстной таксы достаточно ухаживать время от времени для содержания ее в хорошем состоянии. Необходимо регулярно чистить уши у таксы, для того чтобы избежать инфекций и воспаления. Вниманию любителей садоводства, таксы любители покапать. Стоит иметь в виду, что каждая собака индивидуальна. Данное описание характерно для породы в целом и не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки этой породы.